Привет всем! Мы стоим у начала природной тропы Аубаяма, и на этой тропе есть несколько очень интересных объектов, которые мы хотим вам показать. Это статуи буддистские, сделанные явно в разных обстоятельствах, по разному поводу. Мы не очень много о них знаем, но постараемся рассказать хотя бы то, что удалось понять. Вот наш первый объект. Это О'Джизо-сан, Матхисатва Джизо. И это, судя по всему, плод коллективного творчества. Скорее всего, сначала... Ну, я пытаюсь восстановить примерную последовательность, в которой все это произошло. Скорее всего, сначала кому-то показалось, что вот этот пенек очень напоминает формой Джизо, и ему нарисовали глазки, ротик. Потом кто-то, наверное, надел на него вот этот вот фарточек и шапочку. И если вы посмотрите ближе, вы заметите, что там целое наслоение и фарточков, и шапочек. То есть это было не один раз. Люди приносили новые и новые по мере того, как старели эти фарточки и шапочки. И в какой-то момент, опять же, появился посох монашеский. Я даже не знаю, чем это раньше было, но я все-таки подозреваю, что не посохом. На него кто-то навесил украшение. По всей видимости, это было какое-то украшение из какой-нибудь маленького святилища, скорее всего, которое просто стало старым, и его принесли сюда. Вокруг много подношений. Во-первых, это камушки. Это классическое подношение с Айну Ковара. У нас об этом, кстати, есть видео. Посмотрите обязательно. Сюда же кто-то принес маленькую фигурку Манеки Неко. Кошечки с поднятой лапкой. Я даже не уверена, зачем это сделали, но очень часто к статуям приносят фигурки, которые побились, которые уже не нужны. Но, скорее всего, люди считают, что это безопасное место. То есть ты их не выбрасываешь, они все-таки немножечко имеют какую-то священную функцию, а относишь их к Оджизо-сану, который о них позаботится. Еще у него есть сумочка очень трогательная. На эту сумочку кто-то положил мандаринчик. Это вообще просто очаровательно. Я даже не знаю, может, кто-то специально его сюда нес, или просто человек был мандаринчик и решил поделиться. Но это очень трогательный жест. И, конечно, подносят монетки разного достоинства. Есть и совсем маленькие, по одной иене есть и побольше. То есть это такой стихийно возникший объект поклонения. И ему вполне поклоняются. Он такой очень сильный, сильный объект. Находится он как раз на перекрестке, кстати, где всегда раньше ставили статуи Джизо. Что, ну, тоже добавляет такую интересную черту к этому образу. Вот еще два объекта. Первый, вполне возможно, достаточно старый. Трудно сказать конкретно, потому что по таким камням возраст определяется плохо. Я бы сказала, что минимум лет 150, где-то так, наверное. В окрестностях много буддистских храмов. И есть несколько важных святилищ. Одно из святилищ посвящено Фудомьо. Там даже есть водопадик. И такие святилища очень часто используются для монашеских практик. Вполне возможно, что он как-то связан со святилищем. Но точно уже ничего не скажешь. Второй, тот, что поменьше, появился совсем недавно на нашей памяти. Раньше его не было, его кто-то сделал. Изображает собой тоже, по всей видимости, Джизо. Кто сделал, без понятия. Но принесли, явно впечатляясь вот этим большим, большой статуей. Ну, как бы сделали ему компанию. Очень такой трогательный жест. Вот такие вот у нас тут объекты на природной тропе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова